СВЯТОРУССКАЯ БУКВИЦА БУКВИЦА ОМ Первый образ буквицы ОМ СИЯЮЩЕЕ СОЗИДАНИЕ И СОЗИДАЮЩЕЕ СИЯНИЕ Просветление МИКОЗАРЕНИЕ-ПРОЗРЕНИЕ Что значит СИЯЮЩЕЕ СОЗИДАНИЕ? СИЯТЬ Когда мы с вами сияем? В двух состояниях. Первое, когда у нас воодушевление, очень сильное. И еще, когда мы понимаем, когда мы понимаем у нас озарение, сияние. Когда мы понимаем, что делаем, тоже сияем. И когда у нас внутреннее воодушевление, сияем. Так вот, сияющее созидание — это наш труд, осознанный с пониманием, с воодушевлением. воодушевление — это АЗ, источник жизни. А понимание — это мы. Это совместный труд. Сияющее созидание — командный труд. Притом, не только когда мы, ИАЗ, трудимся. Здесь количество участников вообще никак не ограничено. Это может быть и люди вместе с нами трудиться, и другие живые существа. В общем-то, сияющее созидание количеством участников не ограничено. Следующее тут указано — созидающее сияние. А, кстати, сияющее созидание. Созидание как существительное. Смотрите, здесь указывается на природу действия. То есть сияющее созидание. Мы с вами — сияющее созидание. Мы постоянно творим, что-то делаем, создаём, думаем, придумаем, фантазируем. Мы и есть созидание с вами. Аз — тоже созидание. Его природа творить. Вообще, поддержание порядка — это может делать только живое существо. Вообще, созидание. Здесь не говорится наведение без порядка. Здесь говорится созидание. Созидание — это уже указывает на порядок. Потому что созидание — это создавать порядок. Создавать определённые условия, при которых допустима жизнь. То есть созидание — это создание условий для жизни. Сияющее созидание. Я — создатель своих условий для жизни. И я — сияющий созидатель. Что значит «сияющий созидатель»? Я воодушевлён это делать, и я понимаю, как это делать. Так, и далее. Созидающее сияние. Созидающее сияние — это уже идёт качество, уже природа. Первое большое попадает под самого Аза. Что значит «сияние»? Сияние — это энергия. Энергия, которая понятна. Энергия, которая существует. Энергия, которая влияет. И эта энергия, когда чего-то касается, она оживляет всё остальное. Когда Аза касается чего-то, вещи или живого существа, оно наполняется желанием жить, творить, вести отношения. Сияние, оно наполняется желанием наводить порядок, создавать порядок и понимать порядок. Это и есть созидающее сияние. Это сияние, которое и наводит порядок, и воодушевляет на порядок, и воодушевляет на создание порядка, воодушевляет на создание условий для жизни. Это То есть в одном случае сияющее созидание — это определённый процесс творения. Здесь, кстати, насчёт созидания, как действие существительное, я сказал, и мы попадаем под это, как созидание, как творцы. И сияющее созидание — это как процесс творения с пониманием, с воодушевлением. Игра. Вот как дети, здоровые дети. Они поглощены этим процессом. Они там и всё понимают, и думают, и ошибки находят, и отслеживают, и исправляют ошибки, и постоянно переделывают, пока не будет совершенства. Это и есть сияющее созидание. А вот созидающее сияние — это уже как раз самас, это его качество, это вот эта энергия, которая пропитывает всё мироздание. Или когда мы воодушевляемся вот этой энергией чистой созидания, мы вот прям сами начинаем этим пышать и начинаем других людей заражать. Вот это созидающее сияние. Это когда в нас вот этот творец просыпается, когда наши качества раскрываются, и мы тоже начинаем порядок наводить, там думать, строить, решать и много-много другого. То есть мы начинаем вот... У нас игра начинается, мы перестаём экономить силы, и мы перестаём осторожничать, и мы начинаем уже вникать. То есть мы начинаем уже раскрывать свои способности. Мы начинаем свою жизнь использовать по максимуму. То есть мы уже... У нас жизнь уже просто пышет. То есть вот это сияние у нас появляется. Мы свою жизнь заражаем этим сиянием прям на порядок других людей. И люди понимают, что к нам лучше не лезть, потому что у нас реально там такое сияние созидающее, что по жопе даст, мало не покажется за беспорядок. Прям воодушевление идёт. Кто вот хочет жить так же сиянием, тот воодушевляется и живёт сиянием. Кто не хочет жить этим сиянием, прекращает творить зло и так далее. Просветление. Просветление очень просто. Мы этим занимаемся каждый вебинар. понимаем что-то новое, открываем что-то новое. Это и есть просветление. Микозарение, прозрение. Что значит просветление? Всё-таки побольше здесь заострим внимание. Что такое свет и что такое тьма? Смотрите, когда есть свет, я понимаю, что происходит вокруг. Это и есть свет. Светлые люди — это те, которые понимают, кто они, где они живут и что происходит вокруг. Светлый человек — это просто тот, кто различает, что есть нормально, что ненормально, что естественно, что противоестественно, что есть добро, что есть зло. Это и есть светлый человек. И возьму на себя смелость сказать, что в данном коллективе люди очень многое различают и очень хорошо понимают, что есть добро, а что есть зло, что есть естественное, что есть противоестественное. То есть здесь люди достаточно просветленные в данном коллективе. Далее, миг озарения. Это тот самый момент, когда душа, она вот хочет понять и вот видит большой путь впереди. Она смотрит на этот большой путь и думает, ух ты, сколько приключений. В этих приключениях будет трение, будут эмоции, переживания, чувства, радость. Круто. То есть это замечательно. И вот она вот варится, варится, варится эмоции, чувства. И вот и поняла, к чему она шла. И много-много чего поняла. Много было мигов озарения. И поняла, кто она, и поняла, где находится, и поняла, к чему шла, и поняла, на что способна. Это всё миги озарения. Вот это понимание. То есть душа, она как бы и упорядочивается, и лишнее отваливается, и она ещё плотнее. У неё ещё качество раскрывается. То есть она таким становится. Реально такое тонусное живое существо. Что такое прозрение? Прозрел. Есть, да, просветление, а есть прозрение. Прозветление это понял. А прозрение уже видит. Знаете, когда вот светлый человек, он идёт вот так по лесу, он всё видит, что там происходит, он там где-то нагнулся, где-то переступил. А он видит уже. Тот, кто понимает, уже видит. Например, тот, кто понимает свои права, уже видит, где их нарушают. Тот, кто понимает, что есть добро, что есть зло, уже видит, где добро, а где зло. Это и есть прозрение. Следующий образ буквы. Тот, кто понимает, что он потенциал роста мудрости соборной души народа. Что значит соборной души народа? Смотрите. Каждый из нас душа, живая душа, потенциал Творца. Творец сам потенциал, и мы его потенциал. Но потенциал Творца вырастает, когда души, которые показатели его могущества, начинают жить согласно свету. То есть понимать, что они делают. Жить честно. Жить честно – это понимать, что ты делаешь. Осознавать, что ты делаешь, и нести за это ответственность. Это и есть светлый путь. То есть это путь силы. Свет – это путь силы. Тьма – это путь слабости, ложи и подлости. И когда души начинают жить светло, коллективно, потенциал Творца многократно увеличивается. Неважно. Две, три души, четыре, пять. Неважно. Чем больше душ живут разумно, осознанно, тем больше его потенциал вырастает. И здесь и говорится о том, что, смотрите, народ. Вот народ. Народ – это то, что народилось. Поэтому народ – это можно разобрать не только людей, не только планеты. Тут можно разобрать и все мироздание. Потому что все мироздание – это одна живая энергия. Да, разные качества, разные интересы, но все равно это один народ. Так вот, душа народа. Что такое душа народа? Вот когда люди что-то вместе создают, там опустим, мы берем только сильных людей. Люди, которые понимают, что интересней быть честным, интересны. Трудности интереснее, чем подлость. И все-таки интересней расти самому с мудростью. И лучше быть честным, жить в трудностях, чем быть подлым и жить в страданиях. Причем трудности – это всегда интереснее. Это драйв, понимаете? Мы любим экстрим и драйв. Мы любим скорость там, мы любим эмоции свои показать, любим пошуметь, поиграть, попрыгать. Вот это и есть трудности. Это нормально. Нечего их бояться. Нужно выпустить себя. Вот это и есть потенциал. Вот это и есть наш потенциал. Вот это наша любовь к экстриму, это и есть наш потенциал. Жизнь любит экстримы. Жизнь, она любит рисковать. Она любит думать. Она любит думать по максимуму. То есть, как сказать, жизнь, она любит раскрываться. Но она не просто любит раскрываться, она любит прям понятия раскрыться, сделать, добиться, разобраться. Вот это и есть потенциал. А теперь смотрите. Душа народа – это коллектив. Это когда люди вот вместе трудятся. Не просто там пахают, страдают. Нет, у них прям ажиотаж. Они вот это сделали, так подумали, собрались, что бы им делать. Вот это, вот это сделали. Дальше собрались, что бы им делать. Всех выслушали, подумали, там потом собрались, решили, опять сделали. Вот это душа народа. Это осознанный труд. Они прям думают, зачем нам пахать землю? Вот мы видим там же, растения растут, не спахивают. Может, надо как-то изучить просто, какие растения с какими живут, чтобы не пахать, давайте. Взяли, разобрались. А, понятно, прикольно. Все, больше не копают землю. Не нужен инструмент, ничего, да? Ленивые огороды сегодня. Все это есть. То есть люди разобрались. Это есть душа народа. Это когда люди осознанно, совместно трудятся. Не так, что там наши старики пахали, и мы должны пахать. Нет, давайте подумаем, зачем вообще. А есть ли в этом смысл? Если есть смысл, будем пахать. Нет, не будем пахать. Это есть душа народа. Вот соборная душа народа. То есть они вместе не просто тупо, а с пониманием и уважением. Это совместная игра. Это как вот запустили, например, там детей в какую-то комнату играть. Вот они там вместе играют и подстраиваются, да, чтобы никого не обидеть, и чтобы по максимуму отыграться, при этом никого не обидеть. Здесь то же самое только в труде. Точно так же. Разбираются, вникают в этот коллективный труд, чтобы ажиотаж вот этот испытать. Понимаете? Вся жизнь только для того, чтобы вот этот ажиотаж испытать, увеличить его, прийти к нему. Мудрости соборной души народа. Что же такое мудрости соборной души народа? Мудрость – это взаимодействие. Взаимодействовать. Это как вот очень качественный автомобиль. Все детали качественные, крепкие, прочные, все на своем месте, и каждый идеально выполняет свою функцию. Здесь то же самое. Мудрость соборной души народа, мудрость взаимодействия, понимание важности каждого из нас и понимание важности нашего дела, нашей функции. Дело в том, что живое существо – это не машина. С живым существом все намного труднее. Живое существо настолько функционально, оно имеет столько функций живое существо, сколько не имеет функций ни одна машина в мире. Невозможно создать такую машину, которая бы имела бы больше функций, чем живое существо. Почему? У живого существа очень много потребностей. Это и потребности тела, и потребности самой души, и потребности ее внутреннего голоса. И поэтому жизнь души настолько многогранна, что машина тут вообще отдыхает. А более того, сама душа, если она этот огромный спектр функционала не выполняет, ей жить неинтересно. Вот не бегаешь ты, хочешь бегать, а не бегаешь, неинтересно тебе. Хочешь плавать, не плаваешь, уже неинтересно жить. Почему? Когда приходит неинтерес к жизни, то есть когда пропадает интерес к жизни, когда мы прекращаем делать то, что любим. Любишь делать – разберись, изучи. Хочешь вот так жить хорошо – разберись, как это сделать – изучи – сделай. Не сделаешь – рискуешь. Ты ложишь на свою жизнь. Как? Легко. А у тебя ее не будет просто. Нет жизни. Боишься рисковать – все, нет жизни. Отказываешься думать – нет жизни. Все, забудь про жизнь. Нет ажиотажа. Значит, потенциал роста мудрости соборной души народа. Что значит потенциал роста мудрости? Мы – потенциал аза. Именно потенциал аза к творению. Не просто творить, создавать блага для хорошей жизни. А еще и потенциал к совместному труду. Мы с вами все потенциал к совместному, адекватному, разумному, честному труду через понимание себя и всего нас окружающего. Аз заложил в нас это. Следующий образ буквицы «Ом». Первое слово всевышнего потенциал. Первое слово всевышнего потенциал. рассказывал, да, то есть мы с вами есть потенциал, и по своей природе мы потенциалы, и двигаемся мы как потенциал. Что такое потенциал? Это какая-то особенность, да, это так вот, потенциал по отношению к человеку. Это способность человека к развитию, к внутреннему росту и расширению своих возможностей. То есть потенциал это способность, способность к жизни. Живет только тот, кто может, кто умеет, кто понимает. В нас заложен потенциал, чтобы мы самостоятельно, красиво, ярко жили. и если мы этот потенциал используем, вот этот наша способность думать, гореть, напрягаться, мечтать, хотеть, разбираться, читать, понимать, это и есть наш потенциал. Если мы это делаем, мы живем, потому что мы любим этот потенциал. Мы его проявляем и живем в радости, в счастье. Не проявляем, погибаем. Так этот же потенциал это и есть первослово Всевышнего. Не понимаю уж, о чем идет речь. Первослово Всевышнего не понимаю. Следующий образ буквы Ом. Священный звук вибраций первичного огня творения. Насчет первослова Всевышнего я думаю, что здесь пытаются показать, что от Аза идет энергия, энергия воодушевления и что вот это его воодушевление как первослово играет, как вот эта энергия заражения воодушевления, то есть это и есть его потенциал, то есть это и есть его природа. Как тебе объяснить? Вот у нас заложен уже потенциал, потенциал к росту, к творению, к яркой и радостной жизни. Уже у нас все это есть, мы даже мечтаем об этом. Вот первослово Всевышнего здесь, я думаю, идет как он, он же всегда существует Всевышний и мы всегда существуем, но мы можем уйти от этого, от своего потенциала. И вот его это первослово, которым он сияет, он может пробудить наш природный потенциал. Так, священный звук вибрации. Значит, у нас кто? Первичный огонь творения. Ну, первичный огонь творения можно рассматривать как у Аза, его первичный огонь творения, это его вот это воодушевление к рождению детей, к новым играм, к приключениям. Но можно рассматривать как первичный огонь творения наш с вами личный. У каждого были такие ситуации, когда вот очень хочется что-то сделать, очень хочется и вникаешь, изучаешь, разбираешься и все-таки и понимаешь, в чём дело. Вот это и есть первичное огнетворение. Воодушевление. Я думаю, здесь просто вот это воодушевление рассказывают в разных его видах проявления. Вот это буквально ОМ, я думаю, и есть вот это воодушевление. Вот это потенциал, вот это пробуждение потенциала вот этого божественного. Дальше. Священный звук, вибрации. Вибрации чего? Первичного огнетворения. Вспомните человека, который очень хочет творить и очень погружён в чё-то какое-то дело. Вспомните, как он вибрирует. Вот это и есть священный звук вибрации первичного огнетворения. Вот это состояние ажиотажа. Оно может быть, в принципе, от чего угодно. И когда человек и делает, и разбирается, и кушает, и общается с кем-то, защищается, это от чего угодно может быть. Но именно суть в чём? Человек делает это честно, чисто и открыто. И испытывает вот этот кайф, радость, вот это счастье. Когда вот он, вот прям он полностью охвачен этим делом, которое он делает. И он, он в вечности находит. То есть он реально, он ощущает истинную жизнь. И сами понимаете, да, когда человек, вот он реально рад, чем-то поглощён с интересом, мы сами это очень чётко ощущаем. Это и есть вот этот звук вибраций. Причём священный здесь идёт указание на то, что данный звук очень чистый, естественный и природный. Следующий образ буквицы ОМ Звук священно-действа. Ну, понятно, да? Здесь мы это уже разобрали. Следующий образ буквицы ОМ Частица и волна света. Мы с вами частица света, и мы же с вами волна света. То есть с одной стороны мы частица, потому что таких частей много, но с другой стороны мы с вами живая энергия, волна. Вот такая вот. Частичная живая волна. Энергия, энергия всегда волна. И мы с вами энергия, мы волна. Мы не чувствуем себя, когда вот конкретно как точка какая-то, нет. Мы ощущаем себя как вот такое живое, подвижное, эмоциональное, настоящее, существующее, да, вот как волна, энергия. Мы же и частица, мы же и волна. Причём, что такое волна света? Что такое свет? Свет – это то, что есть. Это то, что живёт, то, что понимает. Мы с вами, те, кто живут, те, кто себя самоосознают, те, кто понимают. То есть мы есть волна света. Мы же и частица, мы и волна света. Следующий образ буквы целом. Частица Всевышнего на пути восхождения. Частица Всевышнего – это кто? Мы. На пути чего? Восхождение. Какого восхождения? На пути раскрытия своего потенциала, своего могущества, понимания, раскрытия своей природы. Вот это путь нашего восхождения. Мы знакомимся с собой, знакомимся с Творцом и знакомимся с этим миром. Данная буквица говорит о том, что человек ведет уже свою жизнь, свою деятельность, понимание, он приближается к… Даже не приближается, а человек реально накрыло прозрение. То есть данную букву реально можно назвать как труд в прозрении. То есть до этого человек трудился, он знакомился, к нему приходило понимание, он трудился через понимание, жил через понимание, но теперь он уже ясно видит, он уже ясновидящий. И когда он уже не просто понимает все эти процессы, он их ясно видит, его вот эта сила, она его накрывает и он уже трудится, как переполненное вот этой силой и могуществом существо. Оно уже просто переполняет его, он уже одно целое с этим. Он и так был одно целое с этим, но он этого не понимал. Потом он это поднял, а потом он это еще и увидел, он прозрел. То есть здесь уже труд и жизнь в прозрении. Да, вот сияющее созидание. Он видит уже, живет и видит. Он раскрыл свой потенциал. От него вибрации вот этой жизни, вот этой могущественной, великой жизни. Он вибрирует этим творением, этим могуществом. По поводу, так в чате написали, во всех мантрах используется звук Ом, это получается для просветления и прозрения. Дело в том, что можно долго-долго повторять машина, 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 машина. Ничего от этого не изменится. Путь к хорошей жизни, к просветлению и прозрению только через понимание. Никакие практики без понимания ничего не дают. Если мы исследуем какой-то практике, каким-то инструкциям, какому-то порядку, то только с той целью, чтобы понять, что эта практика дает, к чему она нам приведет и насколько даст она нам понимание того, к чему мы стремимся. Продолжение следует...